Как приятно, друзья, находиться в Доме Божьем! Этим утром, подобно тому как Господь накормил своих учеников в субботу хлебом, так и мы желаем сегодня получить этот небесный хлеб. Мы желаем получить хлеб приготовленный ангелами. Аминь! Давайте в начале посмотрим одно утверждение. Это цитата из библейского комментария 7-й том страница 976-я. Здесь говорится о вести для настоящего времени. «Господь ясно показал мне, что образ зверя будет что? будет сформирован перед окончанием времени испытания.» Следующее высказывание. «Это будет великим испытанием для народа Божьего, с помощью которого будет решена их вечная судьба.» Итак, с помощью чего будет решена наша вечная участь? Когда будет сформирован образ зверя? И к чему приведет формирование образа зверя? К чему это приведет? Это приведет к кризису, связанному с изданием национального воскресного закона. Читаем второй абзац. «Это испытание народа Божьего должно произойти перед чем? Перед тем, прежде чем они будут запечатлены. Все, кто докажет свою верность Богу соблюдением Его закона и откажется принять какую субботу.» О чем здесь сказано? О начертании зверя. Верно? «Те, кто откажутся принять поддельную субботу, встанут под знамя Господа Бога Иеговы, и что они получат? Они получат печать живого Бога.» Давайте прочем последнее предложение. «Те, кто оставят истину небесного происхождения, принимая лжесубботу, что они получат? Они получат начертание зверя.» Итак, что будет последним испытанием для народа Божьего? Это будет испытание начертанием зверя. И в то же самое время, есть такие адвентисты седьмого дня, которые празднуют католическую или православную Пасху. Заметьте то, что сказано в этой цитате. Статья за 17 апреля 2019 года, журнал «Адвентист Рекорд» здесь сказано следующее. «Поскольку все основано на этом событии, вся наша жизнь может выразить нашу признательность за Него. Мы можем называть это Евхаристией.» Итак, адвентисты седьмого дня уже говорят, что мы можем отмечать Евхаристию. Мы можем отмечать это как воскресение Христа, участвуя в Евхаристии. Я хочу, основываясь на фактах сегодня, напомнить, что в свое время адвентистами седьмого дня был подписан БИИМ документ, который был подписан с римскими католиками. Это аббревиатура, которая означает на русском языке следующее. Первая буква «Крещение» одно общее крещение для всех. Вторая буква «Евхаристия» и последняя буква означает служение. Давайте вернемся к статье, послушайте то что они здесь говорят для того чтобы оправдать свое участие в Евхаристии. Они говорят «Евхаристия происходит от греческого слова «благодарение»» Вот почему первые христиане использовали этот термин «Евхаристия» для «Вечери Господней» Можете ли вы показать мне хотя бы одно место в Библии или в трудах Духа Пророчества, где бы первые христиане или пионеры нашего движения использовали бы этот термин «Евхаристия» вместо слов «Вечера Господня»? Читаем дальше. Вот почему первые христиане использовали этот термин «Евхаристия» для «Вечери Господней» потому что это было выражение благодарности, их благодарности Богу. Позвольте я на этом остановлюсь. И вот что сказано по этому вопросу в книге «Великая борьба» я хочу чтобы сейчас каждый услышал о том что сказано в книге «Великая борьба» это страница 59-ая. Послушайте то что говорит сестра Уайт. «Библейское установление Вечери Господней было вытеснено идольской мессой» Папские священники претендовали на то что с помощью бессмысленного и нелепого ритуала они способны превращать простой хлеб и вино в подлинные тела и крови Христа. Истинное присутствие тела и крови Господа нашего Иисуса Христа в благословенной Евхаристии подтвержденное Писанием. Уайт здесь цитирует высказывание кардинала Вайсмана. Читаем следующее предложение. «С кощунственной самонадеянностью они, они то есть римские католики, священники, епископы, папы, они открыто присваивали себе творческую силу Бога, Творца всего существующего. И так когда мы видим слово Евхаристия и когда нам пытаются внушить мысль что мы должны праздновать Евхаристию, мы должны понимать что поступая таким образом мы богохульствуем. Мы уподобляемся римо-католикам которые утверждают что обладают силой и властью творить Бога. Если вы можете сотворить Бога то вы становитесь «если я могу сотворить Бога при Евхаристии я становлюсь на место Бога или выше даже Бога». Адвентисты говорят что празднуя эту так называемую «страстную неделю» мы должны участвовать в Евхаристии. Посмотрите дальше то что здесь говорится. От христиан под угрозой смерти требовали открыто признать свою веру в эту страшную ересь оскорбительную для неба. Многие отказавшиеся, а от чего они отказались? Сделать это были преданы огню. Говорил ли Папа Франциск о том что для того что бы противостать изменениям климата мы все должны участвовать в Евхаристии? Говорил ли он это? Послушайте то что он говорил. Он сказал что для того что бы противостать изменениям климата посмотрите последнее предложение. День покоя сосредоточен на чем по его мнению? На Евхаристии которая проливает свой свет так он говорит на всю неделю и мотивирует нас проявлять больше заботы о природе и о бедных. Давайте посмотрим еще кое-что кто сделал следующее утверждение о том что мы все должны праздновать Евхаристию. Кто заявил об этом? Посмотрите внимательно это новости из Австралии. Журнал «Адвентист Рекорд» это издание является официальным новостным агентством и журналом рассказывающим об образе жизни где? В Северо-Тихоокеанском дивизионе церкви адвентистов седьмого дня который включает в себя и Австралию и Новую Зеландию Папуа и Новая Гвинея тихоокеанские острова. И что они говорят что бы люди делали? Они говорят поскольку все основано на этом событии вся наша жизнь может выразить нашу признательность за него. Мы должны отмечать эту неделю участвуя так они говорят в Евхаристии это отступление друзья. Вернемся к цитате из книги «Великая борьба» здесь говорится дальше. Мы видим что церковь Божья сегодня соединяется с миром. Так как христиане в большинстве своем принимают участие в праздновании католических праздников таких как Великий Пост и Пасха и украшают церковь. Это является старой уловкой сатаны. Иудейская церковь споткнулась об этот же камень. Католическая церковь сделала то же самое, а протестанты мы можем здесь написать «Адвентисты седьмого дня» не все, но многие быстро движутся к той же самой погибели. В той же самой статье журнала «Адвентист Рекорд» в следующем абзаце сказано следующее «У апостола Павла не было проблем с принятием в пищу идоложертвенного» Давайте откроем книгу «Деяния апостолов» 15-ю главу. Знаете друзья, Библия говорит что перед тем как Христос придет, многие опять наступят на те же самые грабли. Мы обычно указываем на католическую церковь, но мы забываем что адвентисты пойдут по тому же самому пути что и католики. Как они могли напечатать и опубликовать такой материал? Давайте вернемся к этой статье. Они здесь говорят «У апостола Павла не было проблем с принятием в пищу идоложертвенного. Он, Павел, признавал, что некоторые, кто сделал это частью своего поклонения, прежде чем они стали христианами, они будут изо всех сил пытаться отделить это значение от пищи и поэтому должны избегать его. И затем они приводят здесь цитату из послания к римлянам 14-я глава стих 14-й и первое послание к Коринфянам 8-я глава стих 10-й. Иными словами они неверно толкуют это место Библии и неверно применяют то что здесь написано. Читаем дальше. «То что для некоторых было языческим религиозным обрядом ничего не значило для апостола Павла, потому что он не придавал этому того значения которое придавали этому язычники. Вы понимаете о чем здесь идет речь? Мы еще вернемся к этой статье. Давайте посмотрим то что говорит Библия книги Деяний апостолов 15-й главе. Когда Иаков и другие апостолы советовались о том как поступить при евангелизации язычников, то они решили сказать им что бы те воздерживались от принятия в пищу идоложертвенного. Давайте теперь вместе посмотрим книгу Деяния апостолов глава 15-й стих 19-й там написано «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им что бы они воздерживались от осквернения идолами, от блуда, удавленены и крови». В следующий раз они вам скажут что вы можете поклоняться воскресный день. Но при этом вы должны понимать что вы поклоняетесь субботний день. Давайте вернемся к статье и прочитаем последнее предложение. «То что для некоторых было языческим религиозным обрядом для апостола Павла ничего не значило поскольку он, но Павел не говорил что язычество это правильно и хорошо. Давайте прочтем сейчас 27-й стих из книги Деяния апостолов. Итак, тут написано «мы послали Иуду и силу, которые изъяснят вам то же и словесно, ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более кроме сего необходимого, воздерживаться от идоложертвенного, и крови, и удавленины, и блуда, соблюдая сие, хорошо сделаете.» Чье имя мы здесь еще встречаем в этом тексте? Мы встречаем не только имя Якова в 13-м стихе, не только имя Сила, но посмотрите то что написано во втором стихе книги Деяния апостолов 15-я глава. Чьи имена здесь мы встречаем? Имена Павла и Варнавы. Это настолько ясно на основании Писания. А сейчас Евангелие от Матфея 24-я глава. Давайте откроем это место и скажите, разве мы не живем сейчас во время кризиса? Церковь в проблеме, друзья! То что они сейчас проповедуют в этой статье. Ну например, если язычники любят кушать свинину и говорят что это хорошо кушать свинину, но мы же когда приходим к людям неверующим, мы же не едим свинину. Павел сказал, что в том что мы кушаем идоложертвенное, яство, пищу, в этом нет ничего плохого. Но что язычники приносили своим богам жертву? Они приносили мясо, верно? Мясо вместе с кровью, верно? А что сказал Бог в отношении реформы здоровья? Можно ли кушать мясо вместе с кровью? Мы должны воздерживаться от всего этого. И так, те люди, которые написали эту статью, верят ли они тому, о чем говорит реформа здоровья? Они говорят, Павел так говорил и Павел ел. Мы с вами читали то, что написано в книге «Великая борьба» на странице 583 о том, что начертание зверя будет навязываться для того, что бы противостоять и какие основные направления будут. Чему противостоять? Сколько здесь пунктов перечисляется? Три пункта. Первый пункт. Аморальность или безнравственность в обществе? И так, мы можем знать, что кризис начертания зверя уже близок, потому как безнравственность в обществе возрастает все больше и больше. Второй пункт. Стихийные бедствия. Начертание зверя будет устанавливаться для того, что бы противостоять этим стихийным бедствиям. Слышим ли мы сейчас наше время о стихийных бедствиях? Третий пункт. Экономика. Начертание зверя будет установлено с той целью, что бы вернуть в общество финансовое благополучие или процветание. Давайте посмотрим то, что на экране. Это «Великая борьба» страница 587. Читаем с самого верха. Однако именно эти люди утверждают, что причина столь быстрого распространения испорченности как раз и заключается в том, что так называемая христианская суббота осквернена. Здесь как вы понимаете речь идет о воскресном дне. И обязательное соблюдение воскресного дня могло бы во многом улучшить моральный климат в обществе. Это требование с особой настойчивостью раздается в Америке. Итак, что произойдет с травственным состоянием в обществе? Из-за этого мы будем знать, что воскресный закон уже близок. И второе пришествие Христа тоже уже близко. Эту новость, это сообщение моя жена показала мне на прошлой неделе, 7-го апреля 2019-го года. Здесь в заглавии сказано «Боже, помоги нам!» Атеизм становится самой большой религией в Соединенных Штатах. Читаем чуть ниже. Как отказ от религии приводит к увеличению социальных проблем. Это именно то, что говорит сестра Уайт. Теперь читаем написанное красным шрифтом. «Обязательное соблюдение воскресного дня могло бы во многом улучшить моральный климат в обществе.» Мы к этому еще вернемся. Давайте пока это пропустим. Атеизм. А что еще? Вот статья за 15-е апреля 2019-го года издание «Христиан Today» заглавие. «Меньше половины британских христиан верят в то, что Иисус умер на кресте за их грехи.» Менее половины верят в Иисуса. И какой у них в таком случае образ жизни? Они живут во грехе. Это говорит о том, что воскресный закон уже очень близок. Пропустим это. А кто здесь на этой фотографии слева? Это американский политик Питер Бутиджач. Читаем заглавие. Бутиджач бросает вызов Майку Пенсу по вопросу о правах членов ЛГБТКЮ сообщества. Он говорит, «Мистер Пенс, вы спорите не со мной, но с моим создателем. Я верю в то, что дьявол использует мэра Питера Бутиджача. Кстати, он является гомосексуалистом.» Дьявол побуждает его принимать участие в этой президентской гонке и таким образом приучить людей и чтобы они приняли образ жизни ЛГБТКЮ сообщества. Только представьте себе, друзья! Этот человек будет иметь доступ к телевещанию прайм тайм вплоть до 2020 года. Мы с вами будем видеть Питера Бутиджача, извергающего с экрана всякие мерзости. И он будет всеми силами продвигать ЛГБТКЮ сообщества. Хотя и так уже в нашей стране принят закон о том, что мужчина может сочетаться в браке с мужчиной, а женщина с женщиной. Но послушайте то, что он здесь говорит. Сделайте пожалуйста громче. «Люди говорят о таких вещах как равенство, брак и как о нравственной проблеме. И это определенно нравственная проблема насколько я это вижу. Потому как состоять в браке с моим партнером это означает для меня быть лучшим человеком. Потому что это делает меня более сострадательным, более понимающим, более сознательным и более достойным. И мистер вице-президент подвинул меня ближе к Богу. Я хочу вам сказать, что если быть геем это выбор, и этот выбор был сделан намного выше моей компетенции.» И хотелось бы чтобы мистер Майк Пенс понял это. Потому как если у вас есть проблемы из-за того кем я являюсь, то у вас проблемы не со мной. У вас проблемы с моим создателем. Послушайте, говорит ли Библия о том, что образ жизни ЛГБТК сообщества является грехом? Да, говорит. И является ли грех результатом выбора человека? Да. И так, чем же является гомосексуализм? И так, этот образ жизни это их собственный выбор. И поскольку это выбор и люди избирают грех, могут ли они избрать праведность? Да, могут. Но чьей силой? Силой Божьей. Все очень просто, друзья. И так, можем ли мы победить грех и все его плоды? Можем ли мы одержать победу над грехом? И в чем мы нуждаемся для этого? Просто задумайтесь, что произойдет, если Пит Бутиджадж выиграет на выборах и станет президентом? Как он будет называть своего мужа? Первая леди? Первый муж? Я имею ввиду, как он представит своего мужа общественности? Это мерзость, друзья! Мы с вами говорили о том, что установление национального воскресного закона приближается. И принятие этого закона произойдет не только под видом борьбы с безнравственностью, но закон о воскресном дне будет принят также с целью борьбы с изменением климата. И Папа Франциск говорит всему миру, что воскресный закон должен быть принят для того, чтобы можно было бы противостоять изменениям климата. Давайте еще послушаем кое-что из выступления Пита Бутиджаджа. Давайте задумаемся, какой вопрос может быть самым главным вопросом, связанным с безопасностью в наше время? Это вопрос, связанный с климатическими катастрофами. Две проблемы, которые приведут к установлению воскресного закона. И он озвучивает как раз обе эти проблемы. Содомия и борьба против изменения климата. Давайте задумаемся, какой вопрос может быть самым главным вопросом, связанным с безопасностью в наше время? Это вопрос, связанный с изменением климата и с климатическими катастрофами. Вы поняли уже, о чем здесь идет речь? С кем папа встретился на этой неделе? С Гретой Тунберг. А кем она является? Ну, есть еще одна девочка, но она не была приглашена в Ватикан для того, чтобы встретиться с папой. Папа Франциск отказался от встречи с ней, он не принял ее. Помните, как ее зовут? Это Дженезис Батлер. Встретился ли папа с ней? Нет. И мне интересно почему? Тысяча ученых напоминает, что молодые протестующие требуют действий для того, чтобы остановить изменение климата. Вы видите? Уже образовалось целое движение для того, чтобы хоть как-то остановить изменение климата. Во время протестов в Лондоне были арестованы 290 человек. Мы с женой на этой неделе уже обговаривали эту проблему на нашей программе «Понимание пророчеств». Это заметка за 17 апреля 2019 года. Следующая статья за 19 апреля. А сколько здесь арестованных? Протест против изменения климата недалеко от Лондонского моста. 570 человек были арестованы. В течение какого времени? За 4 дня. И чему они пытались противостоять изменениям в климате? Это цитата, взятая из книги «Воспитание», страница 228. «Анархия обуславливает стремление к уничтожению всех законов, не только божественных, но и человеческих». Читаем написанное синим шрифтом. «Объединение беднейших классов для защиты своих интересов и требований, дух чего? Дух волнения, мятежа и кровопролития, это все уже происходит в нашем мире, друзья. И обратите внимание что они говорят о том какой закон должен быть принят, для того что бы подавить протест, для того что бы подавить мятеж. Читаем заглавие. «Страх перед будущим объединил людей в желтых жилетах и они объединились вместе против изменения климата. Что должно быть принято? Кстати, здесь присутствовали католические лидеры, иезуиты. Это епископ, он говорит что верит в то что только Римо-католическая церковь может установить правильный диагноз и ответить на возникшие сейчас тревоги или страхи которые выражаются в этом протесте, в этом движении. А ответом на все это опасение может стать что друзья? Католическое социальное учение. О чем они здесь говорят? О всеобщем благе. Частично на эти вопросы ответила энциклика Папы Франциско под названием «Лаодатаси». А что он говорит? Что должно быть принято и установлено? Вы видите как все это продвигается друзья. И когда будет установлен закон о воскресном дне это будет говорить о закрытии двери благодати для нас. И тогда нам, каждому из нас, придется принимать свое решение. Когда будет принят этот закон у воскресном дне, что тогда Бог и зальет на Своих верных детей? Тогда будет излит поздний дождь во всей силе Святого Духа. А сейчас обратите внимание, но прежде чем будет излитие этого позднего дождя, что мы должны вначале получить? Дождь. Ранний дождь. Может ли кто-либо из вас дать мне места из Священного Писания, которые подтверждали бы что дождь символизирует Святой Дух. Что дождь символизирует Дух Святой. Ранний и поздний дождь. Да пожалуйста скажите вы. Да. Запишите это пожалуйста друзья. Запишите это. Мы с вами пришли сюда чтобы исследовать Библию. Верно? Это книга пророка Исаии 44 глава 3 стих. Это место тесно связано с тем что написано в книге Иова 36 глава и стих 27. А сейчас давайте еще посмотрим то что происходит в мире. Что происходит сейчас в Адвентинском университете Оквуда штат Алабама? Позвольте я вам отвечу на этот вопрос как это все соединяется и сочетается с тем о чем мы с вами сейчас только что говорили. Если вы не чувствуете в себе этой ответственности для того чтобы разбудить этих людей тогда закройте свои глаза и можете подобно страусу спрятать свою голову в песок. Бог никогда не призывал пророков для того чтобы успокоить и создать впечатление ложного комфорта у своего народа. Бог повелевает говори громко не удерживайся возвысь голос свой подобно трубе и укажи народу моему на грехи его. Книга пророка Иезекииля 18 глава говорит ты должен предупредить праведного что бы он не грешил. Скажите а зачем нужно предупреждать того кто и так праведный? Для того что бы он смог сохранить свою праведность во Христе. И нам нужно предостерегать тех людей которые делают грех что бы они могли остановиться на своих путях и перестать делать зло. Свидетельство для церкви том 5 страница 211 там сказано «Люди которые не печалятся по поводу собственно духовного упадка и не скорбят о чужих грехах останутся без печати Божьей. Печалимся ли мы о своем духовном состоянии и говорим ли мы «О Господь будь милостив ко мне грешному» Я это показываю не для того что бы мы превратились с вами в фарисеев и не для того что бы мы говорили «Посмотрите на этих грешников!» Давайте мы с вами будем предупреждать что бы они могли обратиться прежде чем это не стало уже слишком поздно. Здесь в этой статье говорится о том что они называют выходными днями для выпускников. Посмотрите то что здесь написано «Выходные дни для выпускников Адвентистского университета Оквуда» в 2019 году. С 18 апреля они будут проходить и до 24 апреля. Эти мероприятия проходят прямо сейчас в тот момент когда я вам об этом говорю. А кого они пригласили как особых гостей? Каких музыкантов и певцов? Кого они пригласили? Донни Маккларкин. Этот человек не является адвентистом седьмого дня он просто мирской певец. Это говорит о том что те кто приглашали этого человека они отвергают труды Духа Пророчества. В книге «Свидетельство для церкви» том 9 страница 143. Здесь говорится следующее. «Стремясь донести евангельскую весть людям, вестники Господа не имеют права следовать мирским путям. На проводимых ими собраниях они не должны зависеть от неверующих певцов. От кого? От мирских и неверующих певцов. И так мы как адвентисты седьмого дня можем сказать мы верим в труды Духа Пророчества но ваши дела показывают что вы как раз ненавидите и пренебрегаете этими трудами. Мы не должны зависеть от неверующих певцов пишет Уайт или театральных приемов пробуждений чего? Пробуждений интереса у слушателей. Но они говорят мы хотим евангелизировать людей и для этого мы хотим пригласить мирских певцов и музыкантов для того что бы вызвать у людей какой-то интерес. Но Бог говорит не делайте этого. Как люди не интересующиеся словом Божьим и никогда не читавшие его с искренним желанием что-либо понять могут петь с воодушевлением и пониманием как их сердца могут войти в согласие со словами святой песни. Как небесный хор может присоединиться к этой музыке. Посмотрите на эти приглашенные хоры людей из мира которые приглашают в университет Оквуда Картон Берт. Вы увидите он приглашает всех этих певцов из Хэнсвилла штата Алабама. Эти люди стоят и поют там псалмы со всеми своими украшениями. Известно ли вам что Библия говорит что пение это тоже служение? Левиты были музыкантами и были даны Богом специальные инструкции левитам как они должны были правильно одеваться. Основываясь на Писании вы не можете привести любого мирского человека с улицы сюда для того что бы они вам тут пели. С помощью вот этой музыки. Сатана объединяет народ Божий с миром чтобы впоследствии установить закон о воскресном дне и что бы люди соблюдали воскресенье. Вы помните такого певца Канье Уэста? Послушайте это. То что здесь говорит Дух Пророчества. Как Бог может быть прославлен если вы зависите в своем пении от мирских хоров? И большинству из них вы должны еще заплатить деньги. Вы что думаете что эти певцы которые получили различные награды и номинированы на различные премии вы думаете что они придут к вам и будут петь бесплатно? Или бесплатно проповедовать для вас? Бог предупреждает и Он запрещает это делать. Посмотрите то что здесь написано. «Воскресное богослужение певца Канье» Ну что это? Это сообщение датировано вчерашним числом. Этот певец Канье проводит воскресное богослужение. Послушайте то что говорит его жена Ким Кардашьян. Она говорит честно говоря это больше похоже на сеансы исцеления моего мужа. Это просто музыка. Там нет проповеди. Это определенно то во что он верит. Это Иисус и христианская атмосфера. Но проповеди там нет. Так как это называется? Это просто музыка. А что произошло и что записано в книге Даниила в третьей главе. И что использовалось тогда и о чем рассказывается в третьей главе книги Даниила для того что бы объединить весь мир и что бы они там пали и поклонились этому истукану. Музыка. Там написано. Когда вы услышите звуки трубы и так далее. Просто музыка. Вы понимаете то что произошло на этом воскресном богослужении которое проводил этот певец Канье в Калифорнии? Я очень надеюсь что не повторится то что однажды делал Джим Джонс. Что произошло однажды в Гаяне. Я очень надеюсь что этого не повторится друзья. Если вы обратили внимание что многие богослужения которые проводятся в церквах адвентистов седьмого дня в настоящий момент они на этих богослужениях много внимания уделяют музыке. Может быть всего лишь 30 минут они отделяют для проповеди а все остальное время они посвящают музыке. Давайте вернемся к этой статье. Ким Кардашьян здесь говорит «это не служение. Это просто музыка. Здесь нет проповедования. Это просто очень сильный христианский опыт». Теперь читаем то что написано красным шрифтом. Ким Кардашьян сказала «это открыто для кого?» Для каждого человека. Так что может помочь объединить всех вместе все вероисповедания вместе? Музыка. Каждый может прийти к пониманию что это очень сильный опыт исцеления вместе с этим удивительным хором и с удивительными вестями. Но о чем эти вести? Любовь. Только одна любовь. Но скажите что такое любовь без послушания Богу? Это спиритизм друзья. Иисус говорит «если любите Меня, то что делаете?» Соблюдите Мои заповеди. Мы должны с вами печалиться и мы должны с вами плакать из-за того что делают эти люди. Аминь.